Я приветствую всех, кто присоединился к нам через прямую трансляцию. И я в особенном трепете сегодня перед Словом Божьим, и я провозглашаю власть Бога каждому человеку, который сегодня смотрит, слушает, открыт перед Словом Божьим. Пусть присутствие Божье коснется каждого, каждого зрителя, каждого участника этого богослужения. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за это время, мы принимаем Твою благодать, мы принимаем Твою силу, мы принимаем Твою мудрость, мы принимаем Твое водительство. И я прошу Тебя, Бог, чтобы Ты говорил сегодня с каждым братом, с каждой сестрой, с каждым человеком, который открыт сегодня к тому, чтобы слышать Твое Слово. Мы все доверяем в Твои руки, мы провозглашаем Твою власть в наши души, в наши тела, и пусть всякая сила, пусть всякая власть преклонится перед именем Иисуса Христа прямо сейчас. Пусть всякий вирус убирается прочь во имя Иисуса Христа, и тело пусть каждого человека, который смотрит нас сейчас, пусть успокоится в присутствии Божьем. Отец Небесный, благодарим Тебя и славим во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, это на самом деле особенное время, когда мы читаем Слово Божье и размышляем над Словом Божьим, потому что нет ничего большего, чем Слово Божье, и это истина. И от того, насколько мы будем правильно относиться к Слову Божьему, насколько с вниманием мы будем слушать или читать Слово Божье, насколько с трепетом мы сможем воспринимать то, что Бог говорит по отношению к нам, Настолько это Слово будет открыто для нас, потому что оно как жемчуг, которое не разбрасывается на дорогах, которое не разбрасывается, где попало, которое не обращается к людям, которым оно не нужно. Это как великое сокровище, которое может обогатить любого из нас больше, чем серебро и золото, и больше, чем любое богатство, о котором мы только могли бы мечтать. Итак, драгоценные, давайте настроимся на то, чтобы слышать то, что Бог будет говорить по отношению к нам сегодня. Тем более, когда мы находимся в такое непростое время, когда кругом сомнения, когда кругом нестабильность, Слово Божье – это то, на что мы по-настоящему можем опереться. Но нам нужно не просто написанное Слово, нам нужно не просто проповедь чья-то, нам нужно не просто учение какое-то, нам нужно, чтобы Бог смог говорить в нашу жизнь, чтобы это Слово смогло ожить внутри нас, чтобы мы могли услышать от Господа и принять то, что Он хочет сказать нам. Посмотрите, как об этом говорит 118-й Псалом, и с 89-го стиха я прочитаю. Послушайте, навеки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в рот и рот, Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем, говорит Псалмопевец. «Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но заповедь Твоя безмерно обширна. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои. Лучше меда устам моим, повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей, и свет стызе моей. Потрясающе! О Божьем Слове можно говорить, наверное, бесконечно. О Божьем Слове, чтобы сказать достаточно, не хватит никаких проповедей вместе взятых. Возможно ли сказать о Слове Божьем достаточно? И мое желание сегодня не в том, чтобы сказать все о Слове Божьем, это нереально, или сказать даже что-то новенькое. Не в этом суть. Суть того, что я хочу сегодня сказать, в том, чтобы передать вам еще один штрих, еще какую-то изюминку, которая дополнит ваше отношение, к вашему отношению к Слову Божьему, что-то особенное. То, что поможет Слову Божьему в результате исполняться с большей силой вашей жизни. Итак, мы читаем с вами, что Слово Божье превознесено выше всякого имени. Посмотрите, это написано в книге Псалмы, Псалом 137, второй стих. «Поклоняюсь перед святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени». Бог превознес Слово Свое превыше всякого имени Своего. И мы знаем, что у Бога много есть различных имен, потому что ни одно имя не способно вместить в себя всю характеристику Божью. Поэтому мы понимаем, что Бог и всемогущий, Он и вездесущий, поэтому мы можем быть уверены, что Он, как здесь с нами, так же и с каждым из вас, кто смотрит сейчас эту трансляцию, Он милостивый Бог, Он любящий Бог, Он долготерпеливый Бог. И мы можем без конца говорить имена Божьи и давать характеристику Богу, но вот что я читаю здесь, что Своё Слово Бог превознес выше всякой Своей характеристики, выше всякого Своего имени. Что это значит? Это значит, что вы можете поставить под сомнение любое из Его имен. Вы можете начать сомневаться из-за Его каких-то нестандартных действий, почему Он так поступает. Вы можете начать сомневаться в том, какой Он, поставив под сомнение какое-то из Его имен, но ничто из этого не заставит Бога нарушить Своё Слово. Потому что Он Своё Слово превознес выше всякого Своего имени. Господь Иисус сказал об этом так. Небо и земля придут. В Евангелии от Матфея в 24 главе, в 35 стихе это написано. Но слова мои, говорит Иисус, не придут. Слово обязательно исполнится. И еще книга Исаия, 55 глава, 11 стих. Так и Слово Мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, то есть напрасным, но исполняет то, для чего я послал его, говорит Господь. И мы видим это могущество Слова. И мы видим, как Бог, Он оберегает Своё Слово и заботится о том, чтобы оно обязательно было исполнено. И Он превознес Его выше всех Своих имен. И мы желаем видеть, как это происходит, не правда ли? Но надо признать, что не всегда мы видим, что происходит так. Вот мы молимся, вот мы просим, чтобы Господь ответил, и, видимо, не получается. Иногда так. И мы задаемся вопросом, почему? Что происходит? Слово Божье не работает в чем-то. Да нет, мы верим, оно должно работать. Мы вновь и вновь читаем, должно работать. Слово Божье верно, оно не может не исполниться. Тогда почему? Я думаю, что причины могут быть на самом деле разными. Почему мы не видим, как Слово Божье порой исполняется сразу же или как нам хотелось бы. Но вот, что я хочу сегодня сказать. И на что хочу обратить ваше внимание, дорогие братья и сестры. Я предполагаю, что Богу важно не только то, как мы относимся к Его Слову, но для Него так же важно, как мы относимся к Своим Словам, к тем словам, которые мы говорим, насколько наши слова высоко превознесены в нашей жизни. Вот что написано в книге «Чисел», 23 глава, 19 стих. «Бог не человек, чтобы Ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Мы видим, что Бог обращает внимание здесь на то, как человек относится к Своим Словам. Он обращает внимание на то, что человек может сказать и не сделать так. Но мы видим, что здесь говорится, что сказать и не делать – это не Его качество. Это не Его качество, и Он исполняет то, что Он говорит. Хотя нам и может показаться, что это не всегда так. Но, дорогие друзья, перед тем, чтобы продолжить, я хочу вам сказать, что с таким мышлением, когда закрадывается мысль, что Бог все-таки не исполняет Своё Слово, как-то несправедливо происходит в моей жизни, вольно или невольно, мы можем оказаться в одной компании с теми евреями, о которых говорил Бог через пророка Иезекииля. 18 глава, 25 стих. «Но вы говорите, – говорит Бог, – неправ путь Господа. Послушайте, дом Израилев, – говорит Господь, мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы?» То есть они были неправы, но винили при этом Бога. Знакомая ситуация, не правда ли? Когда человек грешит и не даёт себе отчёта в том, что он делает, и не готов отвечать за свои грехи, но когда приходят проблемы в его жизнь, он почему-то склонен обвинять Бога во всех своих бедах и говорить примерно так, «Если бы Бог был, почему бы так у меня произошло? Почему так происходит? Бог должен был бы вступиться, Бог должен был бы так поступить или иначе?» Но я думаю, что мы не вправы предъявлять претензии Богу. Вот что я хочу вам сказать или спросить у вас, дорогие, сегодня. Мы слышим, что Бог превознёс своё имя превыше всякого имени. Я хочу задать вам вопрос сегодня. Насколько ваше слово превознесено сегодня выше всякого вашего имени. Насколько оно сегодня зависит от чего-то, либо оно не зависит ни от чего. Либо от того, что вы можете выглядеть как-то нелепо, или вам что-то невыгодно, вы готовы сказать так, а потом поменять своё мнение, а потом, значит, поступить совершенно по-другому. Иисус Христос сказал в пятой главе, вот в Нагорной проповеди, в 37 стихе так, «Но да будет слово ваше, да, да и нет, нет. А всё, что сверх того, это от лукавого». Дорогие, насколько серьёзно вы относитесь к этим словам. Если вы обещаете одно, а потом объясняете, почему вы поступаете по-другому, то фактически вы создаёте платформу для лукавого. Но ни для кого не секрет, что лукавый приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому вряд ли мы можем потом обвинять Бога, когда приходят какие-то проблемы и трудности в нашу жизнь. Я должен вам признать, что достаточно давно уже живу в этой теме и не решался говорить на эту тему, откладывая всё дальше и дальше её. Потому что, когда Бог начал мне её открывать и обращать моё внимание на то, что я говорю и как я поступаю, то я обнаружил, что на самом деле не так просто, оказывается, делать так, как говоришь, как обещаешь. Небольшая иллюстрация. Работаю я как-то на работе. И звонит телефон. Я в процессе. У меня руки заняты. Я, значит, как-то нажимаю на кнопочку, отвечаю. И сестра, которая звонит, собирается, значит, поговорить немного со мной. Я говорю, я прямо сейчас не могу. Прости, я через полчаса тебе перезвоню. Хорошо? Да, конечно, хорошо, без проблем. Я кладу трубку и продолжаю доделывать то, что у меня в руках, значит, работу свою доделывать. Проходит определенное время, и внутри я слышу мысль, что полчаса, похоже, уже совсем рядом. Но я объясняю себе, что надо доделать все равно работу. В общем-то, скорее всего, еще нет. Еще полчаса не могло так быстро пролететь, поэтому я сейчас доделаю, и потом обязательно позвоню. Я доделываю работу, я подхожу к телефону, набираю. Подхожу к телефону, и я обнаруживаю, что прошло 40 минут. Ну да, конечно, я тут же звоню, разговариваю с этой сестрой, мы замечательно поговорили. Значит, обо всем, о чем нужно было поговорить. Я кладу трубку, и нет никакой проблемы. Нет проблемы у той сестры, она получила ответы на свои вопросы. Нет проблемы, в общем-то, ни у кого. Ничего не изменилось, ничто не случилось, плохого, казалось бы. Но так как я находился в этой теме, то я как-то остро чувствовал то, что я сказал, но не сделал так, как сказал. Я присаживаюсь там, где, значит, я закончил разговаривать, и начинаю молиться Богу, и говорю, Дух Святой, я сказал, но не сделал так, прости меня. И вдруг необычайное присутствие Божье, прямо там, где я сидел, сошло на меня. И дальше какое-то время сидел, просто в этом особенном присутствии Божьем, со слезами на глазах, и благодарил Бога за то, что Он решил обратить мое внимание на эту тему, которая не так, как бы так на поверхности, как будто ее нет. И мы можем легко списать все свои, значит, вот слова, которые не исполнили, что это мелочи, что это не так важно, что это, в общем-то, ни на ком не отражается, и что ничего особенного здесь нет. Друзья мои, но в тот момент я точно понял, насколько важно для Бога, когда мы говорим и поступаем так, как мы говорим. И не так важно, на ком и как это отобразилось, важно, что это оказывается перед Богом. Это важная деталь в наших отношениях с Творцом, который превознес свое слово превыше всякого своего имени. И ему не надо перед кем-то ходить, ему не надо перед кем-то оправдываться, но это в его сущности, это его качество, это неотъемлемая часть его природы, как сказать, так и сделать. Поэтому мы видим, что небо и земля остаются на своем месте до сих пор, потому что, что бы ни происходило, Бог так сказал, Бог определил времена и сроки в своем слове, и так происходит. Вы можете сказать, ну, это уже попахивает каким-то законничеством или что-то в этом роде. Друзья мои, ну, знаете, за 26 лет моей жизни с Богом я уже научился, во всяком случае, понимать то, что ему нравится. И когда он подтверждает своим присутствием какое-то мое действие или какое-то мое мышление, я это не могу перепутать ни с чем. А кроме того, как вы объясните эти слова Иисуса Христа по-другому, когда он говорит, что пусть твое «да» будет «да», и там не расписывается, это «да» большое, это по отношению к какому-то великому делу, это чтобы никто не пострадал, или это «да» маленькое. Не важно. Для него важно, если это «да», то это должно быть «да». Если это «нет», то это должно быть «нет». И я уверен, что именно так Бог хочет, чтобы мы понимали. Обращаем ли мы вообще внимание на то, что мы говорим? Вот вы едете на автомобиле или идете пешком в определенное место к определенному времени и вам звонят и спрашивают, во сколько ты придешь, через сколько ты будешь? И вы примерно понимаете, что будете минут через 20 в том месте, где должны быть, возможно, минут через 15. Ну, как бы там ни было. Вы понимаете, что минут через 20 вы придете реально, если рассуждать. Как вы отвечаете? Вы отвечаете, что придете минут через 30, делая запас на тот случай, что вдруг по дороге что-то пойдет не так или вдруг все-таки вы неправильно рассчитали и на всякий случай у вас будет 10 минут в запасе, чтобы вы все-таки смогли исполнить свое слово и лучше пришли бы раньше, чем позже. Либо вы отвечаете, что придете минут через 10, потому что это звучит лучше. Ваше имя при этом как-то лучше выглядит, что вы раньше придете, наверное, чем вот ожидалось бы даже или просто вовремя. Ну, 10 лучше, чем 30, правда? И я заметил, что я порой отвечал вот так, как бы через 10 минут. Даже особо не давая себе, наверное, отчет, что это называется ложью, это называется обманом. Даже, может быть, не желая особо об этом думать, сам себя убеждая, что, конечно, я через 10 приду, через 10 минут. Но если бы я остановился и реально вдумался, я бы, конечно, что через 10 минут нереально быть на том месте, куда я обещал прийти. Друзья мои, и вы на самом деле думаете, что это мелочи? И вы на самом деле думаете, что для Бога это не имеет никакого значения? Да поможет нам Господь открыть сегодня эту истину и увидеть то, что Бог хочет сказать нам, потому что я думаю, что то, как слово Божье исполняется или не исполняется в нашей жизни, напрямую зависит от того, насколько мы заботимся, чтобы наши слова исполнялись или не заботимся, чтобы они исполнялись в нашей жизни. Ведь написано, что если человек не верен в малом, то кто может доверить ему больше? Это слова Господа, которые записаны в Святом Писании и Бог так мыслит, Он дает сначала проверку в небольшом чем-то и ожидает, что человек будет верный в малом и потом он доверяет больше. Что больше? Наши слова или Божьи слова? Конечно, Божье слово, которое написано, оно не выходит из уст Божьих напрасно, тщетно, оно не возвращается обратно, тщетно, не исполнив то, для чего послано. Если или прежде чем Бог доверит нам свое божественное слово, которое как меч обоюдоострый, которое иногда как молот, которое способно разрушить любую скалу, любую твердыню, которая иногда как огонь поедающий, которая готова испепелить все. По всей видимости, братья Завидеевы как-то это почувствовали и поняли, и они, обращаясь в одном месте к Иисусу, там, где не приняли их, они говорят, позволь нам сказать только слово, и огонь с неба сойдет. Они понимали, что есть великая власть в Слове Божьем, но Иисус не доверил им говорить Его слова. Он не доверил им распорядиться Его Божественным Словом в этой ситуации. Почему? Потому что они не способны были понимать ответственность за то, что они скажут. Драгоценное, Бог хочет, чтобы мы осознавали ту ответственность, которую имеем за то, что Бог хочет сделать через нас. Но прежде чем Он доверит нам Свои слова, прежде чем это слово начнет действовать как вот этот меч обоюдоострый, я думаю, что Он испытывает и испытывает нам, нас, ожидая, что мы будем достойно относиться к тем словам, которые мы говорим. Пару недель назад одна наша семья в церкви оказалась в очень непростой ситуации, я вам скажу. И они сдавали свое имущество, свой дом частный в аренду другой семьи. И вот они заключили договор, договорились обо всем, подписали этот договор. И та семья, арендаторы, скажем так, они спросили перед тем, как заключать договор, не изменится ли что-нибудь в течение следующего года, потому что частный дом они собирались засадить, посадки сделать там некоторые, и получив ответ, что ничего не изменится, все в порядке, они заключили договор. Проходит пару месяцев, и у нашей семьи меняются обстоятельства, очень серьезно меняются обстоятельства, им невыгодно уже сдавать этот дом, они понимают, что у них единственный выход переехать в свое жилье, тогда это будет выгодно, и все нормально. Они обращаются к своим арендаторам и говорят, что мы не можем больше вам сдавать, потому что у нас изменились обстоятельства. Арендаторы в шоке, говорят, как так, мы же договорились. И вот наши драгоценные оказываются в очень непростой ситуации. По договору в принципе можно выселить ту семью, потому что в договоре прописано, что можно расторгнуть его в одностороннем порядке, там предупредив за две недели или месяц, я не помню точно. И вот с одной стороны у них выбор либо использовать вот эту возможность по договору и выселить, либо поступить по тому слову, которое они сказали, что ничего не изменится в течение года. Я свидетель этой борьбы. Я знаю, как это было непросто, потому что знаете, когда все теоретически все понятно, а когда тебе жить самому негде, и тебе вот выбор, либо ты сейчас идешь арендовать какое-то другое жилье, потому что тебе тоже надо жить, либо ты просто воспользуешься тем, что у тебя есть, ничего страшного, что ты обещал и не сделаешь. Но ведь обстоятельства изменились, но ведь даже в договоре написано, что я имею на это право. Но есть, в общем-то, все аргументы, чтобы оправдать себя. Я знаю эту непростую борьбу, которую они проходили. И вот они все-таки выбирают поступить по слову своему, которое они сказали. Это было непросто. И я помню, как молился за них, и Бог мне дал такую мысль в молитве, чтобы они поступили не просто потому, что, ну вот, как бы они увидели, ну, прижали их стенки, они поняли, что по-другому просто нельзя. Они сказали, они должны выполнить свое слово. чтобы они поступили от сердца, понимая, что это ценно перед Богом. И вот об этом я молился за эту семью. Они поступили правильно. Они оставили в покое своих арендаторов, значит, и все было в порядке. Буквально через неделю, может быть, я узнал, что они переживают необыкновенное присутствие Божье в своей жизни. И жена, и муж, они периодически, значит, мы общались с ними, и они свидетельствовали, мы давно не переживали такой мир в сердце, такую радость, у нас так классно, мы уверены, что мы правильно поступили, и да, нам пришлось арендовать теперь другое жилье, и это растратно, и это не очень выгодно, но внутри нас есть особенная божественная радость. Прошло еще немного времени, позвонил этот брат, просто наполненный радостью, эмоциями, и он сказал мне такие фразы, он говорит, пастор, я давно не помню, чтобы я получал столько денег за один день, потому что как будто окна небесные открылись, Бог благословляет меня, и благословляет, и благословляет, я каждый день просто удивляюсь и впечатляюсь, как это возможно, как Бог может так благословлять в это время, причем оттуда, где он не ожидал, что окна небесные откроются. Драгоценные, я хочу сегодня сказать, что Бог на самом деле верный своему слову, но он ожидает, что мы будем верны своему слову точно так же. Послушайте, вот что написано в первом послании Петра, апостол Петр говорит в 4 главе в 11 стихе, говорит ли кто, говори, как слова Божьи. «Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Говорит ли кто? Говори, как слова Божьи. Господи, но ведь это человеческие слова. Говорит ли кто? Если ты сын Божий, если ты дочь Божья, говори, как слова Божьи. Но ведь это человек. Я вижу, как между строк здесь написано. Господь говорит, я хочу, чтобы не было никакой разницы между моими словами и твоими словами. Точно так же, как я превознес свое слово выше всякого своего имени. Я ожидаю, что ты будешь иметь то же самое отношение. Потому что я хочу доверить тебе намного больше, чем то, что ты имеешь сейчас. Я хочу, чтобы слово Божье работало через твои уста намного сильнее и могущественнее, чем это происходит сейчас. Поэтому возьми это новое отношение в свое сердце. Начни говорить как слова Божьи, которые никогда не изменятся, которые никогда не перестанут существовать. И знаете, когда я стал размышлять и подходить к своим словам таким образом, я обнаружил, что надо думать, прежде чем говоришь. Я обнаружил, что если ты размышляешь о том, что тебе надо будет поступить точно так, как ты сказал, то надо хорошо подумать, надо ли это говорить. Я хочу вам прочитать еще одно местописание, которое очень ярко иллюстрирует то, о чем мы рассуждаем с вами. Это Премудрый Экклесиаст, 5 глава, 2 и по 5 стих. Ибо как сновидения бывают при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Обидно, мне кажется, даже, да, иногда звучит, но здесь так написано. Голос глупого познается при множестве, просто при множестве слов. Когда даешь обед Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. То есть, если ты сказал и не сделал, то Бог расценивает это как глупость, что обещал исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. О, вот здесь нужно сделать паузу, потому что я слышал не один раз и где-то у меня, я помню, давно-давно мелькала такая мысль, лучше, наверное, правда не обещать, чем обещать и не исполнить. Лучше я тогда не буду обещать, поэтому я видел немало людей, которые говорят, я не могу этого обещать, я не могу точно это сказать, потому что Слово Божие говорит, что лучше не обещать, чем обещать и не исполнить. Но я хочу вас спросить, на самом ли деле лучше не обещать? На самом ли деле точнее это нормально не обещать? Здесь написано, что лучше не обещать, чем обещать и не исполнить, но я уверен, речь не идет о том, что не обещать это нормально. Вы когда-нибудь видели работодателя, который принимает к себе на работу какого-то человека? И вот представьте, вы приходите на работу и работодатель вам объясняет правила и он говорит, что работать вам нужно будет с восьми утра и очень важно, чтобы вы приходили на работу вовремя. Объясняет вам другие условия вашей работы и вы все выслушиваете и говорите, ну да, конечно, я неплохой специалист и для меня вся эта работа понятная, известная, я эту работу сделаю на пять с плюсом, единственное, не могу вам пообещать, что к восьми утра я буду. Но не могу пообещать, вдруг что-нибудь случится, разные обстоятельства в жизни происходят, знаете, лучше не обещать, чем обещать и не исполнить, поэтому давайте договоримся обо всем, но я не могу вам пообещать, что к восьми буду приходить. Вы видели какого-нибудь разумного работодателя, который бы сказал, а, ну да, конечно, то, что ты специалист, такой хороший, это гораздо важнее, поэтому ничего страшного, не обещай, как получится, но постарайся к восьми быть. Я думаю, вряд ли мы найдем такого разумного работодателя, который бы согласился на эти условия, братья и сестры мои, но если просто начальник человек имеет такую претензию к своим работникам, чтобы они выполняли свое слово, чтобы они обещали все-таки, то не гораздо ли больше вправе Бог ожидать, что мы будем обещать. И здесь речь идет об обетах, которые важно давать, которые нужно давать, хорошо обещать, это естественно обещать, это ненормально не обещать, это не просто ни в какие рамки не влазит, если ты не способен пообещать, это очень плохо, если ты не можешь обещать. Я бы сказал, братья и сестры, конечно, в 10, да, я должен проповедовать, но не могу пообещать, конечно, что в 10 я приду, так что, ну уж, вы учитывайте, разные обстоятельства могут быть, пробки на дорогах и так далее, машина может сломаться, да и я по пути, может быть, заболею, там, мало ли что. Вы же понимаете, обстоятельства серьезные, ситуации могут быть серьезные, форс-мажор может быть, поэтому я не обещаю, что в 10 приду, но это ненормально, мы не сможем строить так нормальные, естественные даже отношения, поэтому не обещать, это ненормально для нормального человека, не говоря уже о христианине, но здесь Слово Божье говорит, что как бы ненормально не было не обещать, еще более ненормально, это когда ты пообещал и не исполнил, когда ты свое слово опустил, Бог говорит, это глупость, глупый человек так поступает, он пообещал и свое слово бросил и не исполнил, и не важно, большое это дело или маленькое, важно, размышляем мы вообще таким образом и относимся мы к своим словам таким образом или нет, не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори перед ангелом Божьим, это ошибка, я ошибся, простите, я передумал, я поступлю по-другому, для чего тебе делать, чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. Друзья мои, мне кажется, очень серьезные слова мы сегодня прочитали с вами и достаточно много слов серьезных прочитали о том, что для Бога важно не только то, как мы относимся к Его словам, мы хотим, чтобы они работали в нашей жизни, мы жаждем, чтобы слово Божье, оно было в наших устах живым, власть имеющим, действенным, но насколько сильно вы этого хотите, насколько сильно вы этого жаждете, настолько примите ответственность за то, что вы говорите, потому что я уверен, что это очень взаимосвязано, прежде чем ты получишь больше, будь испытан в малом и будь верным в тем меньшем, которое ты говоришь просто в своей жизни. Я думаю, что это значит ходить перед Богом. Я уверен, что Он верный, что Он доказывает нам свою любовь тем, что отдал Сына Своего за наши грехи. Он верный Бог, Он любящий Бог, Он не оставит нас, Он не покинет нас. Он хочет, чтобы Его Слово работало в нашей жизни. Вы знаете, на этой неделе молитвенная группа в нашей церкви переживала удивительное откровение о том, что Иисус сказал нам вспоминать о том, что Он сделал. Он верный Своему Слову, Он пролил Свою кровь, чтобы мы имели Его покрытие, Его защиту, Его власть в нашей жизни, чтобы Его Слово работало в нашей жизни. И Он сказал, чтобы мы вспоминали о Его верности. Посмотрите, в Евангелии от Луки, в Первом Послании к Коринфянам, значит, написано о том, что Иисус однажды взял хлеб. Он преломил этот хлеб и сказал, это тело Мое, ломимое за грехи каждого из вас. Делайте это в Мое воспоминание. Он взял чашу с этим виноградным вином и сказал, разделите ее между собою, пейте из нее все, потому что это кровь завета, кровь, которая проливается за все ваши грехи. Делайте это в Мое воспоминание. Помните, что Я сделал, помните Мою верность, помните, что Я говорил вам, что Я люблю вас, что Я никогда не оставлю вас, никогда не покину вас. Помните это. Дорогие, я увидел очень серьезную взаимосвязь между тем, как я отношусь к тем словам, которые я говорю, и между тем, какое отношение у меня появляется к словам Божьим. Насколько я ответственный за то, что говорю в своей жизни, настолько вдруг Его Слово становится реальным для моей жизни. И напротив, насколько легкомысленно я отношусь к своим словам, настолько же легкомысленно почему-то читается Слово Божье. А отсюда и результат, я думаю, можно видеть в нашей жизни. Либо успех, либо разочарование. Так вот, молитвенная группа сказала, что мы пережили особенное откровение. Мы увидели, насколько Бог верный в том, что Он говорил. Он сказал, вспоминайте то, что я сделал. Провозглашайте кровь Иисуса Христа на ваших домах, на ваших семьях, на вашей жизни, на душах, на телах ваших, потому что кровь Иисуса Христа это великая плата за все ваши грехи. Если вы очищены кровью Иисуса, то ваши грехи прощены. Если вы очищены кровью Иисуса, то вы освобождаетесь от всякой болезни, от всякой немощи. Насколько мы принимаем это Слово, насколько оно живое и действенное. Дьявол всегда будет стараться своровать его, но на этой неделе происходило какое-то обновление. И Господь говорил, вспоминайте это слово. Сестры брали сок виноградный, брали хлеб, преломляли. Каждый оставался у себя дома, но они соглашались, что будут вместе сейчас это делать. И у меня не хватит сейчас времени, чтобы рассказать те свидетельства, которыми они делились, как Бог исцелял больных, как Бог обновлял их в присутствии Своем. И я передаю вам это откровение, чтобы и вы могли принять эту верность Божью, эту силу Божью, исцеление во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Иисуса Христа.